Я мама четверых детей. Я не могу, получается, жить в таком доме, в котором будут машины. Машины, причем не указано, какие будут. Легковые, грузовые это машины будут. Грузовые машины у нас все в основном на газу. Выхлопы от них огромные. Жители частного сектора на Северо-Западе против строительства офиса и парковки на 150 машиномест. Огороды погибнут, да и жить с такими соседями будет нереально. Нереально. Собственники говорят, что им уже начинают угрожать, чтобы они побыстрее продали землю. Я 70 лет живу, я родилась в этом доме и вдруг спички прямо, только ушла в магазин на 20 минут. Смотрю, и она появляется. Я ее год не видела, риэлтора. Тут появляется и спрашивает, дом деревянный, не деревянный. Это уже намек. Сегодня на публичных слушаниях было жарко. Споры возникли по поводу строительства семиэтажного офисного здания компании «Красное и Белое» между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. В доме архитектора собралось очень много людей. По словам жителей частного сектора, большинство людей они видят впервые. Имеют право голосовать только лица, заинтересованные и непосредственно собственники данных помещений. На данный момент зарегистрировано очень много сотрудников ООО «Мистраль». Я думаю, это все прекрасно видят. Депутат заявила, что компания-застройщик «Мистраль» не предоставила проект планировки для публичного рассмотрения. Поэтому потребовали снять вопрос с обсуждений. Что за планирование? Вопрос снимается. Вопрос снимается. Давайте, пожалуйста. На публичных слушаниях обсуждали еще и вопрос строительства пятиэтажного офиса компании «Транснефть Урал» на берегу реки Миас. Сейчас там находится незаконная платная парковка. Люди выступили против строительства и предложили сделать здесь место для отдыха с прогулочными зонами и игровыми площадками.